Что может с кабиной бульдозера случиться? Ну то у них вот эти места Новые вообще, с завода есть 9,5 миллионов Вот этот ваш восстановленный сколько будет стоить? Предлагаю загадку одну небольшую, ребят мне уже рассказали Обратите внимание на гусянку И напишите в комментариях, что здесь не так Гидрообъемная Это самая современная трансмиссия, которая используется Да, мы вроде маленькое предприятие Но мы стараемся вот эти вещи То есть редуктора, насосы, контролера Дорогие вещи держать всегда по наличию Остатки еще А, вон там остатки, да, машинника видно Вот это, по-моему, называется гидротрансформатор Вот это турбинное колесо, да? Да, да, да Вы понимали масштабы? Да, 100 машин в день 100 машин в день 100 машин в день И 20 машин в месяц теперь, да? Да, печаль Приехал к ребятам Компания называется Асерис ДСТ Занимается ремонтом техники ДСТ Урал Кто не знает, это предприятие здесь у нас в Челябинске Занимается производством бульдозеров Ну а ребята, значит, занимаются сервисом Ну и продажей спецтехники Сервисы продажей спецтехники Находится Ленина 2 Город Челябинск Город Челябинск В общем, покажут свои владения Начали вот, собственно С донора С донора, да Ну да, он превратился в донора То, что тут уже предыстория была по нему Как мы его делали, собирали, разбирали Опять собирали, опять разбирали Ну, видать, у него такая очередь Что он будет разобран, да Это одна из первых машин завода ДСТ Урал То есть это 13-й год на гидростатике То есть тут два гидробака Один бак у нас получается на трансмиссию А один бак на гидравлику На весное оборудование На весное оборудование, да Ну то есть, я так понял, что проблема завода В том, что он производит технику Но с сервисом не справляется Вопрос сервиса, да И вопрос завчастей Это острова И вы закрываете эти вопросы Мы закрываем, да Частично, конечно По мере нашей возможности Да, мы это закрываем вопросы А в прошлом вы, ребят, сказали Что они, собственно, сотрудники Выходцы с этого обоятия, да Да, в 2014 году мы ушли с завода Получается Обратно не зовут вас? Нет Поедем Вот, как раз-то мы вот в сервисной службе Как раз Гилеры приезжали к нам на обучение Мы занимались обучением Вели машины полностью Ну, вопрос сервиса закрывали Делаем одно большое дело Поднимайте отечественное машиностроение Да Насколько это возможно Подожди Это, получается, к переднему конку Или к заднему Нет, это вот сюда Вперед идет Это вперед Натягивает, правильно? Натягивает Механист натяжения, да А за счет чего натягивает? Там пружина стоит Тут кольцо, я смотрю, уплотнительное Фторопластовое Да, фторопластовое То есть она износилась Получается, появились люфты И все, она начала изнашиваться Но завод сейчас ушел от этого Это старая еще конструкция Соответственно, это были К-образные каретки По аналогу КамАЦу Вот они пытались что-то сами здесь соорудить Но это уже самодельщина Они пытались как-то продлить Срок Пластилин-то почему? То есть мы используем металл не тот что? Ну да, и металл, и сама конструкция неудачно сделана Но это какого года? 13 Сейчас уже, говорите, завод начал в другую конструкцию Да, другую Более надежно Более надежно К металлу, так, к выбору материалов уже относится лучше? Да, только они применяют уже там Макстронг Ну, такие материалы Может быть что-то типа Хардекса уже Хардекса уже, да, применяют По наличию держим вот такие Кстати, очень даже такая позиция Кабина, как кабина Очень востребованная Что может с кабиной бульдозера случиться? Вот у них вот эти места Они трескаются Тут трещина идет А из-за чего трескаются? Работают на грунтах Не на грунте, допустим, а на асфальте То на асфальте работает, да Высоконагруженных таких, так скажем, вибрациями Вот у них, получается, начинают рвать вот эти петли То есть элементарно из-за вибраций? Из-за вибраций, да Ну а те кабины, которые с ропсами Они же, наверное, уже не лопаются, нет? Там более подрессорены Вопрос с этим решен Они ходят Пришел клиент с заявкой То, что ему нужно было собрать бульдозер Он говорил, мне нужен определенный бюджет И мне нужно, хотелось бы гидростатику Потому что механиков все устали Расскажи про трейд-ин поподробнее Ну мы, получается, берем старую машину ДС-товскую У клиента У клиента, да То есть кто выработал И предоставляем ему новую ДС-Урал Новую ДС-Урал Соответственно, даем скидку Этот выкупаем мы Ну то есть вы на свои деньги, грубо говоря Покупаете новую машину Да А эту берете в надежде Ну то есть то, что вы ее отремонтируете И продадите В надежде Ну, в смысле На свой страх и риск Да, вторая жизнь Да, так и получается У той машины не было Бортовых редукторов Это мы уже сами ставили Бошевские редукторы Маленькие Она была Из кабины То есть это мы сами уже все ставили То есть полностью делали Дефектовку гидравлики Гидронасосы, гидромоторы Все это скрывалось Дефектовалось Да, полностью Полностью электропроводка Ну, дарам ее разобрали Покрасили Все, что нам нужно было заменить Мы заменили на новую То есть той же полуоси Там все втулки, резинки Электропроводка Гидравлика Фиксаторы Ну, тоже Все вытаскиваем Все проваливаем Сколько такой новый бульдозер будет стоить? Ну, сейчас новый Новый вообще С завода, если Десять с половиной миллионов Десять с половиной миллионов Вот этот ваш восстановленный Сколько будет стоить? Четыре В два раза? Да Больше даже, чем в два раза Ну, да Гарантию даете? Да Вот сколько? На эту машину практически Заводскую гарантию даем Год Год? Да В общем, у кого нет Пяти лишних миллионов Но кто хочет гарантию годовую получить Пожалуйста Не, ну да Потому что вот клиентов Которые мы выбираем Триденовские машины Это же не одна у нас машина И, соответственно, они ездят У нас клиенты довольны И приходят за новой машиной То есть они откатали Вот эту, так скажем Триденовскую нашу машину Они посмотрели наш сервис То, что вроде как Бро работает нормально И все устраивает Правильное обслуживание Качество сервиса Качество запасных частей Поставки именно сроков Они приходят уже за новой Дэстовской машиной к нам К вам приходят за новой Дэстовской Интересное выражение, да? То есть ребятам, которые занимаются сервисом Приходят люди Для покупки новой машины Которые производят завод Наши сервисные сопровождения Ну, то есть Я когда молодой был Еще зеленый совсем Мне один дяденька говорил Говорит, Кость, не важно Говорит, какая машина будет Она, говорит, любая будет ломаться Что, говорит, наша Что, импортная Важно, как быстро ты ее починишь Да, да, да Вот это самый важный вопрос Вот у нас даже есть Прямо такой замечательный пример Клиент у нас в Самаре Получается Он отчаянно работал У него было 3 Дэстовские машины И он уже говорил Все, я ухожу на Китай Я не хочу больше машину Не хочу Дэстов Не хочу Дэстов Все, да Мы с ним отработали Мы говорим Вот давай вот сейчас Восемешь нормальную машину Мы тебе предоставим Ту, которую тебе нужно Дэстовскую машину И даем тебе сервис и гарантию Если понравится, будешь ездить Не понравится, мы ее выкупим у тебя С этим условием Мы все пришли Он начал работать Он отработал год Он говорит У меня все устраивает Давайте я у вас еще У него получается В этом году Три машины ему поставили То есть он получается Отказался Изначально Хотел отказаться От покупки бульдозера Дэсты По причине Некачественного сервиса Самого Дэсты Ну там не сам Дэсты Там через дилера брали И ему не понравилось Обслуживание дилера Да, не понравилось Обслуживание дилера Ну и вопрос опять же Комплектующих, да Запчастей То, что у завода Нету Ну, именно здесь и сейчас Нет запчастей А вот у нас эти запчасти Мы ведем Вот как мы показывали Джойстики у нас Есть контроллер И вот сейчас мы покажем А где у нас Я думаю Дэсты вам должен доплачивать За то, что вы сервис И плюс Дамир не сказал Что когда мы эту машину Ему продавали От нас Мы сами несколько раз Ездили на завод И проверяли Что какие компоненты То есть было условие Что поставить туда Конкретно Полную трансмиссию Бош Рекс Рот Немецкую Что были редукторы Насосы, моторы Именно Рекс Рот И вот мы несколько раз Ездили И прямо на сборки смотрели А что могут Что-то другое поставить Они могли может быть Какую-то другую комплектацию Поставить Но нам именно это нужно было Ему мы делали фотоотчет И когда он убедился Конкретно Да То есть мы ему Отгрузили ее Все И потом ему В этом году Это получается В прошлом году Новый И в этом году Мы еще две Ему отгрузили Но там уже пошла Сарафанка Потому что Мы отгрузили Получается Там вот Клиенты видятся В морской области Там получается Тоже Сельхозник Он посадил Говорит А давайте Дайте контакты Ребята Мы коммерческие Показали машину Они даже смотреть не стали Сказали Мы верим Ребята Они к ним Съездили Посмотрели Узнали Кто мы И что мы Рассказали Все нормально То есть мы Продали машину В лизинг Пошла к нам Предлагаю Загадку Одну небольшую Ребята Мне уже рассказали Обратите внимание На гусянку И напишите В комментариях Что здесь не так Она не новая Вопрос Не в новизне Вопрос Не буду Подсказку давать В общем Все посмотрели Да Вот пишите В комментариях Что не так С гусянкой И были еще У нас ребята Которые звонят И спрашивают Просто по телефону Ребята Вот сегодня Когда мы пришли С Дамиром Сидели в дворе Никого не было Утро ранее На почту Пришло сообщение Здравствуйте Планирую покупать Букдозер Подскажите Какой именно выбрать То есть Я вам расписал Какие критерии Надо узнать На каких грунтах Будет машина На какой В каком регионе Будет машина работать Что они вообще Они планируют делать Потому что Одно время Была такая некомпетенция Потому что У завода Есть серия Машин Там есть 9 класс 10 класс 12 класс Как правило Клиент Дилер Я не буду говорить За всех дилеров Но есть такие дилеры Которые продают Лишь бы дешевле Например 9 класс Стоит 9,5 миллионов А клиенту Нужна более тяжелая машина Но они не придают Ему волю тяжелую Потому что она дороже Она стоит 11 миллионов Они не продают За 9,5 миллионов Клиент покупает Эта машина А потом мучается Потому что Эта машина Не предназначена Для его условий Ну к примеру Вот эта машина 9 класса Она подойдет Для планировочных работ И для свалок Только не для вскрышек Ну не для вскрышек Но же она слабая А клиенту Когда нужно для вскрышек Берет такую машину Он конечно Огорчается В продукте Деста Урал К примеру Так плохая машина Слабая Слабая Хотя это даже не Деста А ему Да Виноват не зовут Производитель А тут какой движок стоит Действительно ЕМЗ 236 236 230 лошадей Или сколько Нет Здесь 190 190 А он не турбированный Не турбированный Не турбированный 190 лошадей Не турбированный А вес машины 20 Или сколько 17 Вот вы как раз сказали Разница в 5 миллионов Завод сейчас ставит Другие двигатели ЕМЗовские Рядные 536 536 Соответственно То есть Там абсолютно Другая переработанная машина Ну То есть С этим И с тем Ну вот Тут тоже есть Спорный момент Такой Часто сталкиваюсь С этой проблемой Пишут в комментариях По поводу движков Если этот 190 лошадей Не турбированный Там механическое ТНВД Да Который ремонтируется На коленке Да И ЕМЗ 536 С Мачериной Сочетается Коммон рейл Бошевская топливная аппаратура По 18 тысяч За форсунку А там По 2000 То есть Тут Палка двух концов Экономия по топливу идет Экономия по топливу Я согласен Да не Да не может быть Два раза Ну я не знаю Ну как на колесной технике Да На бульдозерной Но не два На полтора раза Полтора раза Здесь ты залил топливо Какое у тебя было Какое тебе привезли А соответственно Туда ты уже Не прокатил Но у них Мы столкнулись Я не знаю У ДСТ есть информация Такая нет Вот на 536 двигателя Вот нам звонили И военка По-моему Звонила Да У них вопрос С двигателем Встает Я по-моему Даже у вас На канале Это видел Система Охлаждения А то что Цилиндр Цилиндр Да То есть Получается Ну это конструктивный вопрос К заводу Ямзе То что у них Вопрос охлаждения У них перегревается По-моему Шестой горшок Шестой И там еще Выедает Ну скорее всего Кавитация Это мое предположение Что там Кавитация То есть Пузырьками Выдает металл Не ну вы тоже видели Да Вопросы Да Здесь кабина Сейчас вот открою Старого Это газулька Ну газулька Да Механическая И все И два джойстика Управления А джойстики Такие же электрические Да Джойстики А то есть Джойстики уже тогда Все равно были немецкие Да Электрические Да были Но управление гидравлика Здесь было Здесь гидравлический джойстик Правый На навесное оборудование На отвал То есть там шланги подходят Да Здесь шланги подходят А этот джойстик Электрический Да Он на что На движение На движение машины Ну здесь все так просто Да но машина функция функционально выполняет тот который задали то есть она будет раз у нас будет работать на полигоне ты был вот именно эта машина мусор ощущать в данном случае получается кабину то не новую поставили в виде нет нет не новую то есть еще за счет этого дешевле конечно вот лобовую поменяли стекла поменяли видно пошла трансмиссия ноты и насосы стоят бошевские и там рвд шланги все пошло поехало но для нас это все просто для клиента но и он тоже видел только что здесь все пусто то уже тут фильтр воздушный получается не штатный какой-то используется да ну что на им же же там по моему круглый фильм да 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 а здесь какой идет не здесь тоже круглый он составной из двух частей 2 2 круглых да 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 константин про про технику про предприятие про людей вот у нас еще что есть что мы удержим по наличию это вот насосная группа ну это гидромоторы гидромоторы стоят это вот гидромоторы на гусянка стоит да 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 на бортовые до редуктора то есть они вот там вот получается до той стороны но внутри да 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 а сейчас мой распределитель посмотрим здесь ну здесь куча куча проводов рвд шек знаете еще будут укладываться то есть по большому счету это так посмотришь вроде ничего сложного да все просто мотор получается насос получается там гидронасос двойной да вы говорили на двойной за каждый сторон отвечает свой насос и снизу гидромотор и уже и вот там вот получается гидромотор стоит один и соответственно 2 вот это называется гидростатическая трансмиссия до гидрообъемный объем на это самая современная трансмиссия которая используется да но это у липхера это аналог липхера джон диро но пир открыватели это был липкир завода он вышел на вот этих вот редукторах вот здесь вот планетарный редуктор итальянский вы поменяли немец да но там у завода был такой скажем небольшой косячок он выпускал редуктора пмп четыре с половиной но не рассчитали так скажи хотели на слабую машину более слабый редуктора поставить но они поголовно начали выходить из строя да и мы соответственно уже их переоборудуем либо на такой бош посадочные все подошли все тоже фанс доработки там по фланцам и все в принципе вы рекомендуете с немецкими да а это вот в этих ящиках а здесь и либо аккумуляторный отсек получается либо просто ящик для инструментов но здесь для инструментов с той стороны соответственно гидробак это топлива топлива здесь уже гидробак идет но сколько литров тут масло то здесь на гидробаке где-то в районе 170 литров здесь здесь уже аккумуляторный отсек вот здесь у нас как раз и но есть комплектации с ропсом защита дополнительно она здесь крепится в данной комплектации нету а это вот получается к самому отвалу да это брусья отвалу все называют брусья отвала да они получаются здесь вот чаще смотрю механически что-то регулируется да 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 что-то гидроцилиндр на гидроцилиндр он за перекос уже отвечает за перекос отвала чтобы он работал но это уже мы просто когда отвал ставим на месте уже угол отвала атаки но вот это главное да то что нет у завода изготовителя самого по наличию если вопрос сервиса где-то стоит гидромотор где-то кого-то сломался вот то есть мы взяли мотор и поехали комплект всегда держим комплект всегда мы держим по наличию завода нету но сейчас мы позвонили вот допустим вас машина встала позвонили вам говорит нам надо вот в течение месяца это самый быстрый срок у нас есть по наличию вот это нас отличает от самого завода изготовителя мир насосы тоже немецкие до моторы нам моторы да да немецкие вот здесь и насосы соответствии насос уже немецкий здесь шильдики есть вот он то есть получается пневмострой машина которую изначально завод применяла не пошла да пока не пошла но они вроде дорого работает над этим вопросом но пока слушая это чего такой задачка датчик чего датчик оборотов вот он идет получается он отслеживает вращение гидромотора соответственно сигнал идет на контроллер и он же отслежившего машина влево вправо не забегала ну вот у нас даже вот по ходовой но который частой позиции этот механизм до у них раньше проблема была то что но это доработано это уже усиленная да то есть у них здесь гайку срывала все она соответственно раскрывалась и не работала пружина как раз которая вот натягивает вот этот вот механизм есть да 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 внутри внутри да то есть она садится наверно со временем да и и надо подтянуть а это чё за монстр вас устоит 12 горшковый до этого нас клиент получается привез его на ремонт мало дефектовали но что-то решили пока не платить да и пока он пока у нас здесь стоит следующий раз будете деньги брать до того как но мы же рассчитываем так скажем на порядочность клиентов мы-то сделаем так скажем всем порядочно а вот бывает и такое ну от этого никуда не уйти есть бывает просто шквал работы и все ребята нон-стоп без выходных круглосуточно можно сказать работают бывает такое вы понятно да если у вас ребята работа по связано с выездным сервисом по большей части я так понимаю не каждую машину сюда привезет правильно да может себе позволить и сколько транспортные расходы гораздо дешевле порой именно бригаду вывезда на месте а вот еще что сама наша тоже еще гордость это то что мы держим на это редуктора по наличию а это вот новые новые бортовые редуктора для новые редуктора это пмп италия они новые вот чтобы у завода купить когда сейчас март месяц да только одна штука такая стоит в районе 600 тысяч миллион двести на бульдозер да ну вот то есть мы вроде маленькое предприятие но мы стараемся вот эти вещи то есть редуктора насосы контролера дорогие вещи держать всегда по наличию поэтому ну благодаря этого может быть и сохраняется так скажем лояльность клиентов где марки dsd до который мы поддерживаем постараемся поняли же расскажу эту фразу не он доплачивать должен за сидел но покатить не доплачивать не хотят как-то лояльно относиться и помогать ну потому что теоретически кто вам мешает со временем взять и начать заниматься другой марки китайской тоже полностью перейти тогда будет тогда лояльность пропадет как со стороны клиента лояльность да ребята на самом деле мне сказали когда мы еще до камеры сказать что они патриоты они хотят чтобы машиностроение в россии развивалась вот поэтому мы будем продавать продвигать дст там есть площадка уникальная для для города нашего да то что там это же не авто тракторного факультета да здесь это альбоматор трактор строение институт раньше даже есть институт здесь производили вот этой бульдозера здесь он рождалась эта техника здесь есть площадка прямо обкаточная специально там плиты стоят чтобы можно было спокойно обкатывать мы сейчас поедем туда и обкатами а это наш второй цех этот агрегатный так скажем цех здесь мы делаем коробки получается агрегатный цех сейчас вот нас хзм овская коробка здесь разобрана вот это да да вот к из чего китайский да вот у него все здесь вот кто кому интересно как выглядит гидротрансформатор внутри то есть это как бы обязательно атрибут любой трансмиссии гидравлической да это турбинная автоматически до турбина и колесо но она поедена немножко из подшипники шарики так скажем помолотили все по идее гладкой да гладкой гладкой должно быть но здесь даже вот остатки еще есть в вашем и сейчас ждем заключение но чтобы приехал клиент посмотрел все это оценил ну вот они перемолото все статан там остатки вот это по-моему называется гидротрансформатор вот это турбинное колесо да 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 он меняет направление потока но там тоже видно остатки внутри но да и тут вопрос что допустим тут еще надо зазоры регулировать собираешь определенный зазор должен иметь вот это уже так скажем не все понимает не все знают не просто бывает собирает и все он не едет а зазор чем регулируется шайбами просто шайбами смотрим ну когда именно когда собираем уже там есть специально я правильно понимаю что вот в том бульдозере который мы только что смотрели с гидростатической трансмиссии там этого нет там этого нет там сразу мотор идет и насос да то есть начале как развитие было было механика просто механической трансмиссии как у машины как у машины да как вот бульдозер ты 170 и 130 то есть двигатель коробка раздатка данные валы до получается назад назад бортовым редуктор следующий этап развития это был это вот гидромеханика это вот она получается гидротрансформатор как гидротрансформатор и то есть двигатель гидротрансформатор коробка переключения передач и дальше карданы опять бортовым редуктором и опять же там кардан мосты но единство что получается просто тебе не надо рычагами дергать переключать а вот следующий этап этого тоже гидростатика гидростатика два насоса два гидромотора но следующий следующий этап это уже электрика идет электрика думаете да ну да это же у нас уже были она еще в 60-х годах были но следующее развитие дед как называется дизель электрический трактор были уже в советской советской союзе были да да вообще тогда отказались не ну вот я допустим вижу объективно я вижу преимущество гидростатической трансмиссии она проще в разы просто да то есть и она и она надежнее по идее там же нету этих механических трущихся деталей меньше много их меньше да то есть при качественном своевременном обслуживании надежнее чем я так понимаю надо просто следить за качеством масла да и сервисно обслуживание вовремя проводить и по большому счету все ну рукава наверное у них какой-то ресурс есть или но они не перегибать ничего больше они там лежат вообще то есть они не шевелятся не шевелятся это если на манипулятор или на автокране то есть гидро рвд испытывает какие-то нагрузки перегибающие здесь они просто лежат лишь поток передает а вот электрика там проще там еще проще она дороже будет они дороже медь даже будет медь да они продвигайте да но они еще проще то есть там вопрос нет в зависимости от масла гидравлического но вот я думаю вот север направлении это был любимого вопроса потому что да то есть масло застывает на словаре надо греть да здесь все здесь просто включил и поехал учил и поехал при кпд выше дизель электрический кран да по сути да 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 также держим запчасти вот эксклюзивный так сказать на кареточную систему это коромысла оси втулки отбойники то есть это сами все вот изготавливаем он он лежат точите да но освоили так скажем производстве потому что вот ну опять же на завод есть обратно а это вот от чего это че ты зоская нам тоже их получается всей россии свозят и мы но делаем ремонтирует 4 это сейчас работает вообще но машин 20 выпускает на 20 машин в месяц плюс-минус но это у нас никогда одно из самых крупных предприятий россии раньше если у него было то есть чтобы понимали масштабы до 100 машин в день стома 100 машин в день 100 машин в день и 20 машин в месяц теперь до печаль ну я помню дст урал когда на рынок заходил он привлекал клиентов тем что стал начал ставить двигатель емзы емзы и у них были еще джойстики гидравлические управления если раньше там был потому что такое сероуправление да если раньше он получается рычагом туда сама поворачивал то на дст на джойстиках да получается не отследил этот момент это все отслежено это все сделал просто кто-то это уже давно придумал просто тут они внедряют это внедряют это захотел что-то новинку какую-то новацию сделать то есть взяли же это управление по полегче соответственно оператору должен не очень даже было направление и есть направление гидростатики они одни из первых иначе раньше начали делать мне даже там b8 да по моему на гидростатики вот они почему они делают 20 штук всего тогда будут будут нас смотреть из челябинского тракторного завода напишите сколько штук вы делаете сколько хотели делать почему делаете так мало вообще делали много ну да при том что проблемы на заводе с просто рынка есть что нужно нужна техника дст как бы завален за заказами у них там все замечательно в этом плане а вот еще хотела показать да вот у нас еще один редуктора есть это ну что мы у дст разные комплектации производил машин от бошевские да они бушные но они ходят и не у нас всегда есть по наличию ну допустим кто-то вышел из строя редуктор ну раз сразу же дали бушку это вы страды на ских машин снимаете да 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 ну так вам обращаются предлагают или вы сами ищите вот такую не где-то сами где-то люди к нам находят то есть всегда по-разному бывает но так мы всегда мониторим и рынок и сейчас по россии то нас сейчас проще то сейчас у нас как бы есть вроде а нас информация люди знают что если обратить обратятся на завод и обратятся к нам вот так вот гидро баки тоже буши но мы заказали у завода три месяца ждать то у нас есть клиент кто работает на асфальте там получается амортизации нет вибро пациона нагрузка выше там вот они поголовно были вылетают строю поэтому мы с баками ну проблема у завода вы купите купить то даже купить просто приходишь деньгами ждать ну три четыре месяца как бы критично и нам приходится домой сейчас вот где-то буш не берем либо сейчас начинаем осваивать сами производства этих баков потому что ну куда пожелаем мужикам удачи давайте в развитие как недавно мне один из подписчиков написал перерасти вам в конечном итоге через многие годы вообще в производителя дорожно-строительной техники в одном из примеров писали что многие так тут конца привели в пример что начинали мужики тем что в гараже что-то ремонтировали а потом в конечном итоге мировой бренд вот чтоб у вас все то же самое сложилось и клиентов вам побольше всего доброго подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии мировой бренд вот так вот и Субтитры сделал DimaTorzok